83-й год. Я вот сейчас сижу. Страшно. Я даже не предполагала когда-то, что будет 2000-й год, и что все будет по-прежнему вот так же, только все чуть-чуть постарело. Так страшно сейчас. Георгия Буркова не царствие небесное. Он ко мне очень нежно относился. Он вообще был человек необычайной доброты, ума, таланта, я уже не говорю. Он был человек очень тонкий, и он понимал, что я попала вот в такое окружение, и что мне просто страшно, потому что я была молодая, чрезвычайно неопытна, и в смысле жизни, и творчества, потому что я никогда не снималась нигде. У меня даже не было никакой эпизодической роли. И сразу попасть в такую картину, вот в такой звездный состав, конечно, я переживала ужасно, мне было тяжело, безумно. Потому что то, что моим партнерам давалось левой ногой, я должна была как бы превосходить себя. Мне было тяжело. Потом психофизически Лариса, моя героиня, была совершенно другой барышней, нежели я. Я приходила на съемку в каких-то рваных джинсах, я пережила все течения хиппи, я себе в волосы вплетала какие-то денежки, у меня были сандалии разного цвета. Ужас. 83-й год. Но все были старше меня, и смотрели на это так снисходительно, как бы. Ну, молодость, молодость. Понимаете? Нина Григорьевна Скубина, Царство Небесное, тоже вот жена Альдара Александровича умерла. Я думаю, что она была не последним человеком, который вот в утверждении моей кандидатуры, она сыграла не последнюю роль. Я думаю, что я ей была симпатична. Когда я приехала в институт, у меня уже был диплом. Я сказала моему мастеру Владимиру Викторовичу, что вот меня утверждают на беспреданнице Ульдара Александровича. Он подумал, что у меня проблемы с психикой, что я в очередной раз что-то придумываю. А по поводу вот беспреданницы года через два я тоже страдала. Думала, вот надо же, вот сейчас, когда я хотя бы знаю, что такое камера, крупный план, наезд, отъезд, я какие-то элементарные вещи знаю, я бы все сделала не так, все сделала не так. Ну, что я ничего не понимала в этой профессии. Мы надо мной смеялись Бурков и Людмила Марковна Гурченко, которая снималась у нас в картине, но просто при монтаже эта роль Эльдара Александровича показалась лишней, наверное. Ну, у него свои соображения. Они надо мной смеялись, что я на общем плане играла так же, как на крупном. Откуда я могла знать? Мне же не показывали ни монитор, не рассказывали ничего, поэтому я рвала страсти. Когда не было ничего, там вообще мог дублер то же самое делать или там статист какой-то, не было ничего видно. А я вот все делала так по-правдочному, страдала. Я не могла и не умела носить длинное платье. Я никогда не ходила с такими прическами. Я грызла ногти. Курила. Ну, какой-то ужас. И вдруг нужно было там держать спинку, вот такой быть барышней. Потом я была такая драчунья. У меня был совершенно другой характер. Для меня было заплакать. Проблема целая. Я сама могла довести кого угодно до слез, но чтобы я заплакала. И я помню, как мне Никита Михалков помогал. Что-то он меня приобнимал за плечики, отводил куда-то в сторонку. Нашептывал мне на ухо там два-три слова, чтобы я плакала. У нас был последний съемочный день. И в кино принято отмечать этот последний съемочный день. Накрыли стол. Были какие-то красивые по тем временам модные бутылки с какими-то экзотическими напитками. Все было так красиво. И я, дурочка, радовалась, что, слава богу, закончился этот ад, закончились эти съемки. И, наконец, я вот поеду к своим друзьям в Ленинград, всем расскажу все. И я радовалась. И ко мне подсела покойная Нина Григорьевна. И говорит, дурочка, радуешься. А ты знаешь, что у тебя в жизни больше такого не будет никогда. Такое бывает не у каждой актрисы и только один раз в жизни. Один раз в жизни. У тебя будут потом роли, у тебя будет там, ты выйдешь замуж, у тебя будут дети, у тебя все. А такой картин у тебя больше никогда не будет, у тебя таких партнеров больше никогда не будет. И ты будешь вспоминать об этом всю жизнь. Я эти слова ее помню. А я думала, ой, что она там такое говорит, да у меня будет еще 100 картин. Потому что молодость и в 24 года кажется, что у тебя все впереди. И что так будет всегда. И вот я сейчас вспоминаю, и мне безумно грустно, что вот ее такое пророчество оказалось абсолютным. Вспоминаю. Как ни странно, вспоминаются какие-то совершенно, казалось бы, не связанные со съемками моменты. Мы снимали в Костроме, и у нас был этот пароход, были каюты, все было так красиво. И Никита Михалков пошел на охоту и убил медведя. Его разделали, этого медведя, сделали пельмени для всей группы. И помню, отменили съемочный день, и мы все сидели на пароходе и ели эти пельмени. И все шутили, и она всех смотрела с такими открытыми глазами, потому что для меня они были все не даже кумирами, а боги, боги. И Петренко, и Витя Проскурин, и Никита Михалков. И вдруг они сидят, и я с ним за одним столом, и я могу с ними разговаривать, я могу до них дотронуться. И они даже говорят какие-то приятные слова. Есть дикое сожаление, что это нужно было бы сыграть не так. Это я без всякого кокетства говорю. Ничего же не вернуть. Сколько бы я ни снимала, все равно будет говорить та самая, которая из жестокого романса.